9 мая в каждом уголке России проходят митинги, парады. Звучат песни военных лет, смыкаются ряды бессмертного полка, а небо озаряет тысячи салютов. Когда-нибудь бессмертному подвигу. 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, конечно, отмечают и в каждом уголке Липецкой области. Здесь, в областном центре, по традиции, все начинается с площади героев. Сюда торжественным маршем пройдут спасатели, летчики Липецкого авиацентра, полицейские и кадеты. Но задолго до этого площадь уже была переполнена людьми. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, зачем вы пришли сегодня сюда? Ну, сегодня для нас этот день в памяти наших дедов, отцов, которые сделали такое великое дело, спасли наши жизни от тирании, от этих захватчиков. Ну, и еще привел сюда своих сыновей, воспитать их, так сказать, в духе патриотики. О любви к родине. Потому что это нас объединяет просто по-настоящему. Торжественный митинг в честь Дня Победы. Чтобы увидеть его, лепчане пришли на площадь героев за полтора часа до начала. В колонне марширующих более 300 человек. Форма с иголочки, белые перчатки, строгая выправка. Пестреют знамена и развиваются флаги. А каждый шаг в такт мелодии в исполнении военного оркестра. И вот наступает время главных героев этого дня. Прибытие колонны марша поколения победителей. Знамя Победы в головной машине сопровождают участники Великой Отечественной войны. С каждым годом очевидцев войны становится все меньше. Принять участие в параде по состоянию здоровья могут немногие. Им все аплодисменты, почеты и уважения. Каждый из них внес свой вклад в одну на всех победу. Четыре страшных года наши деды и прадеды защищали свою родину и подарили нам будущее. Для них 9 мая навсегда останется главным праздником. Днем, когда закончилось выживание и началась жизнь. Мы узнали как. Мы собирались. Восьмого уже летали. Илы вначале взлетали, а мы на лавочке сопровождали их. Шесть часов мы уже готовы, ждем. Ракеты с командного пункта командира полка. Зеленое и пошло. А тут 9-го шесть часов ничего нет, семь нет, восемь нет. В 9 часов полетели ракеты. Желтые, красные, зеленые. И бежит оттуда со штаба командира полка. Война кончилась. Ну и началось. Целоваться, обниматься, плакать. О, радость большая, господи. Это же память о всех наших, кто пропал. Кого не стало с нами. Очень обидно, но что сделаешь. А вот мне пришлось сюда дожить пришлось. 91 год, это уже хорошая дата. Повсюду триколоры, георгиевские ленты, люди едины. Ведь это праздник, который в душе русского человека вызывает особый трепет. Победа в Великой Отечественной войне нашей стране далась ценой миллионов жизней. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, на чью долю выпало тяжелое лихолетие. Но люди сегодня делают то, что могут. Помнят и хранят истинную историю подвига. Иду сегодня в бессмертном полку с портретом своего деда, которого я никогда не знала, вот Кондратий Федор Кириллович. Погиб на Курской дуге в 43-м году. Значит, прошел Сталинградскую битву, вышел из окружения, попал в окружение, вышел из окружения. А под Курском, значит, 17 июля, самый разгар Курской битвы был убит. В эту победу вклад Лепчан Ахровин. Почти 45 тысяч Лепчан, жители Ленинского района, были призваны в ряды Советской армии. Город Липецк является родиной девяти героев Советского Союза. Трех полных кавалеров Ордена Славы. Один из знаковых моментов возложения венков и цветов к мемориалу и вечному огню. Дань уважения павшим воинам отдали ветераны, представители городской и областной власти, а позже и остальные участники митинга. А вот чего раньше не было никогда, так это такого большого липецкого хора. Знаменитую «Катюшу» в унисоны вспомнили сотни голосов. «Рассветали яблони и труши, Попыли планы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий бель на груздой. Выходила на берег Катюша, На высокий бель на груздой». Отметить 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне пришли около 10 тысяч лепчан. От мала до велика. Живая колонна растянулась от площади героев до площади авиаторов. И тут уже нет сомнений. Никто не забыт и ничто не забыто – это не просто слова. «Я очень благодарен ветеранам. Спасибо им за чистое и мирное небо над нашими головами». «Я очень им благодарна, что они освободили наш город, страну, И что нет войны на нашем свете. Спасибо ветеранам». Катерина Мелехова, Ольга Родина, Анатолий Гончаров, Дмитрий Кузнецов. Липецкое время. Редактор субтитров А.Семкин